Давайте продолжим. Теперь давайте продолжим дезодорант. Из дезодорантов я всю жизнь, мама мне всю жизнь покупала Рексона. Это всегда был дезодорант карандаш. Потом одно время мама начала мне покупать дезодорант в спреи Рексона. Вот. И Рексона меня сопровождала практически всю мою жизнь. Потом еще была куча дезодорантов, типа DAF, и все они, все пошли дезодоранты в спреях у меня. Потом я нашла какой-то дезодорант с мамой, мы ходили гуляли, я такой, ноу-нейм, знаете, я не знаю, ни его, я не знаю, ни его название, ни что это был за дезодорант, я ничего о нем не помню. Я помню, что там ни слова не было по-русски, все было на английском языке. Вот. Он продавался как, как вот лак для волос, йос, такая вот широкая такая, вот длиннющая туба, абсолютно равномерная, то есть если, допустим, здесь, да, крышка тоньше, чем сама. Туба, так сказать, да, хотя я не могу это назвать тубой, а просто флакон, вот, то там вот очень равномерно, как сьос в больших таких вот форматах, как, что у нас еще такого плана? От Шварцкопф тоже, да, Тафт или что? Нет, не Тафт. Я уже не пользуюсь всеми этими лаками для волос, уже не помню даже их названий. Не, я не помню. Не Тафт, нет, вот что-то было другое, что-то получше было, такой вот коричневенький от Шварцкопф. Ладно, в общем, это не важно, вот, это не важно. Значит, вот такой вот был дезодорант, мы его покупали в Амсторе, вот, и он был классный, он классный был, он помогал, вот. Вот, а потом со временем я поняла, что у меня проблема есть одна, название, которое я постоянно забываю, и название ей гипергидроз. На самом деле мне по факту не помогает вообще, наверное, ничего. Вот, я слышала много, сообщения, я слышала много-много моментов и в плане укалывания там, о боже мой, не ботокса подмышки, да и ботокса тоже, а дисп... Бубу, не ешь меня, не надо, тыщат меня лапками прям в спину, бубу, бубу, что тебе надо, отдай мне капюшон, эй! Блин, еще и когти запутались, отдай капюшон! Мне пришлось немножко ближе пересесть, потому что меня назъедать так понадкусают. Так, значит, в принципе, мне особо ничего не помогает, и я перепробовала за свою жизнь все дезодоранты, которые только есть, как мужские, так и женские, вот. Вот, помогали только мои там какие-то ухищрения, вот. Частая смена футболок, выбрасывание футболок, никакой диспорт я в себя колоть не буду, потому что в этом никакого смысла нет, у меня страшная аллергия, я боюсь, что это обернется не очень хорошо. Плюс ко всему, операцию я делать тоже не буду, потому что при операции есть такой момент, что нужно сдувать легкое, вот. Вот, и я этого делать не буду. Значит, дальше, если из организма что-то выходит, то оно должно выходить, раз уж на то пошло. Поэтому у меня есть свои способы борьбы с этим моментом. Ну, а по поводу дезодорантов. Я нашла, какие мне подходят дезодоранты, вот, какие не подходят, вот. И когда у меня, эта проблема не все время, она вот так вот наскоками, вот, появляется. Поэтому я нашла способы борьбы, свои личные, свои личные методы, вот. Вот, методом проб и ошибок, вот, но позволить себе ходить с таким вот амбре, вот. Я не могу себе такого позволить. Я девушка, от меня должно пахнуть цветами. Я должна, я должна быть чист. Самое главное, я считаю, для девушки, для женщины, это не огромный, это не ботокс в лице, в губах, там, да, это самое. Это не яркий, яркий макияж, хотя таким грешила тоже. Это не куть, не тонна там, я не знаю, набрызганных вот этих вот парфюмов на себя. От человека должно пахнуть чистотой. Чистотой лицо должно быть чистым. Вот, и когда у человека, у девушек в основном, когда у них проблемная кожа, и сверху тоналка, и человек стоит на солнышке. Знаете, это очень напоминает вот эту историю, когда мороженое с орешками, и сверху вскрыто глазурью. И вот эта глазурь, ты видишь там эти орешки, твою мать, это вот оно. Это оно, это та самая история. Ладно, окей. Я свою проблему решила, как смогла, вот. У меня тут свои способы ухищрения, вот. Но колоть диспорт, спускать легкие я не планирую, вот. Вообще думала одно время от переходного возраста, и все пройдет, но нет, не прошло. Мешает ли мне это жить? Нет, не мешает. Я просто научилась с этим жить. Я научилась подбирать средства гигиены. Я научилась каким-то ухищрениям своим, вот. Вот, я чаще выбрасываю одежду, к сожалению, вот. Я научилась подбирать ткани, одежды, фасоны, благодаря которым, на самом деле, жизнь не так уж плоха даже с этой проблемой, потому что у меня, там у меня плохое зрение, но я вижу этот мир, я нюхаю этот мир, я могу кушать, вот, нормально. То есть у меня там не с помощью какого-то аппарата я питаюсь, да. У меня все руки, у меня обе руки на месте, все пальчики на месте, ножки на месте, вот. Моя семья счастлива и здорова, поэтому вообще не вижу причин расстраиваться. Нужно уметь приспосабливаться. Все мы в чем-то нездоровы. У меня мигрень, у меня вот эта проблема, у меня проблема щитовидной железой, вот. Это самое. В один момент меня может разнести на 20 килограмм, а в один момент я могу сбросить 25, вот так. И стать дистрофаном в 36 килограмм, как это со мной когда-то было, с тех пор я не доверяю врачам-эндокринологам, вот. Значит, прелесть био, антиперспирант, мягкий уход с экстрактом, хлопка, добавляет ощущение чистоты, вообще нифига не помогает. Чистая линия, фитодезодерант, позволяет вашей коже дышать. Тут такая милая, ну он уже ободрался, конечно, валялся у меня в косметичке. Такая милая, приятная девушка с фиолетовыми волосами, в фиолетовой юбке и на зеленом велосипеде. Потому что все-таки это позволяет коже дышать, это с претензией на натуральность, как бы, да, вербена, шалфей, все такое раздражает. Когда соли алюминия, или как это называется, содержатся в составе, это очень сильно скрывают. Ты вот одно отдираешь, вторую, там кучу вот этих вот штучек, бывает их по 4 штуки тут, пока доберешься до состава. Вот, и, да, соли алюминия. И все-таки находишь этот сюрприз, этот подарок в виде соли алюминия, вот. Хотя могут даже написать, что они не содержатся там. Ну они, твою мать, они содержатся, вот. Они, к сожалению, там вот содержатся, вот. Я не знаю, я не буду говорить именно за этот дезодорант. Кстати, дезодоранты Фа. По поводу дезодорантов Фа, я могу сказать только одно. Они пишут, что в них не содержатся соли алюминия. Ты колупаешь вот эти наклейки, находишь состав, и они там содержатся. И так было до определенного момента, буквально несколько месяцев тому назад, может месяц 4 тому назад, я обнаружила, что наконец-то в составе нет соли алюминия. Я надеюсь, они нас не обманывают, действительно их там больше нет. Вот так. Значит, черное и белое, невидимое, Клэр, Ниве, вот такой вот дезодорант тоже, на самом деле, нифига не помогает. Просто ощущение свежести, вот, чистоты, ну, как бы со своей задачей не справляется. Значит, я нашла вот такой лосьон косметический, розовая вода. Вот, мечта написана, розочки везде, вот, запах у него, конечно, морозотный, пока не выветрится, а так, потом приятно пахнет розочкой. И таких у меня два здесь, да. Я не знаю, я не заглядывала в недра своих накоплений, вот, которые я хотела вам показать, пустых баночек, вот. У меня все сложено, вот, в столе, все пустые баночки, вот. Я их оттуда выволакиваю помаленьку, вот. И рассказываю вам, вещаю вам, вот. Поэтому я не знаю, есть там еще или нет. Я знаю, что у меня там еще в ванной есть такая, такое же точно. Может, еще одна где-то здесь тоже завалялась, вот. Значит, эта штука содержит в себе календулу. У меня на календулу аллергия. Я стала использовать эту вещь вместо дезодоранта. Как в Советском Союзе. Сначала я заливала эту штуку сюда, потом эта штука уже, уже она говорит, нет, хватит в меня что-то заливать. Прикрыть это делать, потому что, потому что шарик уже слегка отодвинулся. Я его подвсколупывала, заливала туда эту розовую воду. Вот. И уже просто, ну, она уже протекать начинает. Вот. Поэтому я беру, как в Советском Союзе, на ваточку, на ватный диск. И все, и протираю подмышками вот этой штукой. И вы знаете, мой гиперхидроз говорит, что ему нравится эта штука. Несмотря на то, что у меня есть аллергия на календулу. Вот. На календулу в любом виде. Хоть это экстракт календулы, вот, настойчика, да. Это я поняла еще, когда мне было лет 13-14. Вот. И когда у меня на теле были ужаснейшие волдыри просто от и до груди, это был пипец. У меня все было в волдырях. У меня был ужаснейший химический ожог. И, кстати, даже не первой степени. Вот. А то ли второй, то ли третьей степени у меня там жопа была. У меня просто были ужаснейшие волдыри, из которых сочилась сукровица. Они там корки темнели. Это была просто жопа. Я обращалась к хирургу. Благо просто мне было лет 13-14. Ну, 14, по-моему, у меня уже было. И у меня тогда была более молодая кожа. Она лучше, как бы это так сказать, регенерирует, да. То есть восстанавливается лучше, быстрее. Плюс у меня было много кремов, восстанавливающих кожу. Слава Богу, я смогла этот момент вылечить. Вот. Почему так? Потому что мне попалась недобросовестная тетя, которая занималась пирсингом. И она мне сказала обрабатывать рану пирсинге, календулой и перекисью водорода. Чего делать нельзя. Я уже занимаюсь пирсингом сама, никогда не рекомендую. Я рекомендовала обрабатывать хлоргексидином, мироместимом и тогда бактасином. Бактасин или бактасин, я уже не помню, я давно не делала пирсинг людям. Бактасин, по-моему. Значит, зависит от того, что мы прокалывали и так далее. Значит, мне попалась тетя просто недобросовестная, которая не знала, что, во-первых, ну куда на рану спиртяку лить. Тем более на рану, которую ты хочешь, чтобы она не зажила. А как бы, ну зажила, ну сережка там осталась. И, в общем-то, вот этот момент прокола, кожа была взята вот столько, плюс-минус, ну может чуть-чуть меньше, да. И из-за того, что я обрабатывала спиртносодержащим средством, моя кожа просто начала подсыхаться. И место прокола становилось все меньше, меньше, меньше и меньше. Да, я отходила с 14 лет с пирсингом, ну практически 15 лет. Вот, да, есть такой момент. Но, дело в том, что я его сняла, потому что участок с кожей был совсем маленький. И просто сережка начала вот так вот крутиться там вместе с этой кожей на пупке. Особенно, когда ты, бывает, надеваешь на себя колготки или ластины какие-то по самому пупок. Или, например, там завышенные джинсы по самому пупок. И эта сережка вот так вот перекручивается и попадает в джинсы. И ты ходишь, вот так вот сатулившись и втянув живот, потому что ты хочешь, чтобы она вылезла оттуда из брюк. И у меня был момент, когда мне пришлось тупо расстегнуть пальто, задрать свитер и поправить сережку. Потому что мне было нереально больно. Оно зацепилось там пипец как. Я поняла со временем, что просто, если я так и буду ходить, то у меня просто скоро оторвется эта сережка с этого участка кожи. Ну там вот столько, может быть, осталось. Что я проходила 15 лет с этим пирсингом. Вот немного кто говорит, не жалеешь еще раз, я проходила 15 лет с этим пирсингом. У меня и нос проколот будет тоже не всю жизнь. Язык будет не всю жизнь проколот. Вот. Татухи, конечно, со мной на всю жизнь останутся, вот, мои две. Может еще к ним кто-то присоединится из татушенции, хотя у меня аллергия, вот. Но мы как-то справлялись. Мы справлялись с моими татухами, вот. Как их сделать, чем что обрабатывать и так далее. Я помню еще, кстати, покупала вазелин когда-то. Тогда, не знаю, существовали ли специальные крема для обработки. Так, ребенок опять пришел по поводу игр. Я уже забыла, о чем я говорила. Я не знаю, существовали ли тогда специальные какие-то крема для обработки татуировок, вот. Я знаю, что потом многим советовали там специальным кремом каким-то, да, там, пленочкой, вот эту вот всю эту историю. Не знаю, я через 24 часа пленку всегда снимала и всегда все мазала обычным вазелином. И как-то я зашла в аптеку покупать вазелин, и мужик начал очень сильно ржать с этого. И у меня аптекарь, ну, фармацевт спрашивала, а зачем мне? Я говорю, татуировку смазывать, вот. Губы я еще любила очень тогда на ночь смазывать вазелином. И, по-моему, фармацевт сказал этому мужику, типа, вообще-то, вообще-то, для тех целей, с которых вы так ржете, есть специальная смазка давным-давно, вот. А вазелин не для этого используют, вот. Мужичок, покупающий, по-моему, фанфурики какие-то, вот, алкаш какой-то местный, вот. Почему я так говорю? Потому что город маленький, осиноватый, как бы, ну, все друг друга знают. Каждая собака на слуху, вот, это самое. И, ну, просто в немного подрастроенных чувствах ушел, вот. Знаешь, он кинется на эту бабу, вот, везде камеры. Вот, везде камеры, везде это самое, поэтому смысл ругаться по этому поводу, вот. Значит, вот. Несмотря на то, что у меня, ага, да, по поводу пирсинга в татум, вот. Я, как бы, уже сама там советовала по-другому со всем людям, которым я делала пирсинг, обрабатывать раны и так далее, вот. Кстати, по поводу затылка, мне, конечно, я не знаю, я еще хочу, знаете, с каникулона что-нибудь сплести, но я пока еще не знаю. Какие-нибудь косицы сплести. У меня были афрокосички в свое время, вот. Какие-то косицы себе сплести, но я не хочу никому обращаться, не хочу платить. Материал стоит долбаные копейки, я не хочу никому платить всем косырей. Я понимаю, что это очень сложная работа, трудоемка. Ну, типа, я сама могу. Я не хочу никому платить всем тысяч. Вот, значит, вот эта штука. Я поняла прекрасно, что у меня аллергия. Потом не раз мне как-то бабушка купила крем с календулой, даже два крема. У меня была дичайшая аллергия от них, от этих кремов, вот. Я ничего не использую, в чем содержится календула. Я не досмотрела, почерк, почерк маленький, мне не видно. Но тут есть экстракт календулы. Он не на первом месте, он довольно-таки практически в самом конце. И, вы знаете, у меня, в принципе, нет аллергии на это средство. Либо там совсем бзик, вот, там, пук, выхлоп от этой календулы. Но пока у меня нет аллергии. Либо, может, и забыли положить. Вот. В общем, вот эта штука, я ее использовала вообще вместо дезодоранта. И супер! Просто супер! Пахнет розой, все помогает. Может быть, это временный эффект. Но пока, но пока это окей. Давайте разберем остальные баночки пустые. Потом у меня реально нереальное количество просто собралось. Вот. Память в телефоне не резиновая. И не резиновое также мое время. Мне было очень приятно с вами поболтать. Вот. Мне было очень приятно с вами поделиться. Целую, люблю бывать. А до новых встреч, а до новых видео. Пока-пока.